Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, дорогие мусульмане, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, читайте Коран, поистине этот Коран придет в судный день заступником для его хозяева, имеется ввиду, она будет заступником для тех людей, кто его читает. Братья мусульмане, это Коран, это слова Аллаха, это не слова ангелов, это не слова нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, Коран, это слова Аллаха, когда ты хочешь, о мусульманин, разговаривать с Аллахом, субханаху ата'аля, читай Коран. Читай Коран, это слова Аллаха, субханаху ата'аля, этот месяц, месяц Корана, этот месяц начался Коран, и послался к нашему пророку, к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалам. Этот месяц, месяц Корана, наши саллафы его читали даже меньше, чем трех дней. Запрет читать Коран, как сказал Ибн Раджабу Аль-Хамбали в своем книге «Ла Таифу Аль-Маариф», запрещено постоянствовать этим. Постоянно меньше, чем три дня Коран читать. А когда есть избранные времена или же избранные места, тогда можно даже меньше, чем три дня читать Коран. Например, Рамадан месяц. Многие наши предки читали Коран меньше, чем трех дней. За два ночи Коран заканчивали. В вторых намазах. Некоторые даже были за одну ночь, которые Коран заканчивали. Это многим, кажется, это много тем, тем людям, как мы, которые еле-еле, которые жут, читаем день. Им это, кажется, как можно весь Коран прочитать. Это Коран, их люди, их, это Коран смешал с их кровью. В данный момент тоже есть люди, которые могут прочитать Коран за восемь часов, за девять часов. Хаффи за Коран, которые знают это, читают. За то, что мы отвлекаемся много от Коранов, думаем, невозможно день Коран закончить. Возможно. Рамадан месяц. Наши салафы не теряли зря, как мы сейчас теряем полдня спим. И после этого ненужных новостей смотрим целый час-два. Потом умываемся, сидим, еле-еле полжута прочитаем, уже азан Магриба начинается. Вот так проходит наш Рамадан. А предков Рамадан не так проходило. Они читали Коран. У них время только молиться и кушать, и чуть спали. Остальное время они постоянно стали читанием Корана и поклонением, делая намаз. Из-за этого они успевали много от Рамадана. Из-за этого они ждали этого Рамадана. Это Коран придет в судный день, или она будет доказательством для тебя, если ты будешь соблюдать то, что говорится в этом Коране. И будет доказательством против тебя, если ты будешь противоречить этому Корану. Как говорится, сколько есть читецов Корана, которые Коран его проклиняет. Ты читаешь «Аля ла'натуллаха аляльказибин» и говоришь, будет проклятие Аллаха на лжецов, и сам врешь, лжешь. Из-за этого читайте Коран и соблюдайте его приказы. Прислушивайтесь к наставлениям Корана. Иншаллах, вы будете из тех людей, которые говорят за судный день, поднимаясь по степеням рая, читай, и твое место будет, самое последнее место, которое ты будешь читать аят. Самое последнее аят, это место будет в раю. О, братья мусульмане, это место из Корана. Читайте Коран. Вот кто не знает, на арабском прочитать, хоть слушайте Коран, включайте его, алхамду лиллях. Когда зашел в интернет, на русском букве даже напишешь «Куран, красивое чтение Корана», тебе приходят Коран, послушай Коран. Бери тавсир, перевод Корана, толкование Корана, Кулиева или других. Прочитай хоть один раз Коран, чтобы узнать, что Аллах с тебя требует. Жиза кумаллаху хайрам, братья. Пусть Аллах субханта облегчит вам ваш пост и исцелит ваших больных. Амин, амин, амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует...